В Америке не должно быть ненависти друг к другу. Это относится к белым и черным иудеям и мусульманам, русскоязычным и украиноязычным. Разговор полицейских со старшеклассниками Бруклинской школы Биг и Аполлакэлеми на эту тему инициировала организация Be Proud. Репортаж Александра Лахмана. Проблема этнической розни становится все более и более актуальной, особенно на фоне войны России против Украины. После американского гимна, исполненного учеником восьмого класса Элайджей Райхманом, выступил депутат городского совета Ари Каган. Он, говорящий по-русски, поддерживает Украину и не видит в этом никакого противоречия. Лейтенант полиции Алекс Давыдов из 61-го участка сказал, собравшиеся здесь в основном иммигранты и дети иммигрантов разного происхождения. Между нами нет и не должно быть этнических конфликтов. Преподаватель обществоведения, психолог Наталья Янковская, призвала школьников не позволять ненависти отравлять нам жизнь. Лейтенант полиции Айра Яблонский из департамента по связям с общественностью патрульной службы Южного Бруклина представил своих сослуживцев, а затем передал микрофон полицейской Олене Зубик. Она, эмигрантка из Украины, по-русски понимает, но предпочитает говорить по-украински или по-английски. Она поблагодарила волонтеров, помогающих Украине. Без такой помощи от разных стран мира Украине было бы намного труднее. Полицейский Джозеф Джакет сказал, что в Нью-Йоркской полиции служат люди разного этнического происхождения, но все они объединены общей задачей – защитой жизни граждан и борьбой с преступностью. Нам в интервью он добавил, «Мы видим, что такой семинар очень нужен, особенно сейчас, чтобы мы и наши дети в Америке не оказались втянутыми в войну между двумя странами Европы». Капитан Элиса Карлайс из 61-го участка. «К счастью, в районе нашего участка такого рода преступлений нет. Разжигание этнической ненависти уголовно наказуемо, и об этом надо говорить подросткам». У школьников было много вопросов к полицейским. Например, какие преступления на почве ненависти чаще совершают подростки, или как подросток может остановить своих друзей, готовых к противоправным действиям. В общем, тема разговора оказалась злободневной и важной как для взрослых, так и для детей. На прощание участники встречи сфотографировались на память. Главная цель такого семинара – гасить искры до того, как начался пожар. Александр Лахман, Александр Беликов, Big Apple Academy, Бруклин, Нью-Йорк.